Добрый день, меня зовут Билл Александр, директор основателя компании Профмонтаж. Мы занимаемся монтажом окон и дверей в Республике Молдова. Наш офис находится в Кишинюе. Вилл все выкладывает свои инструменты. Я хотел, чтобы вы ознакомились тоже с нашим инструментом. Он у нас немножко изменился в последнее время. У нас нет инструмента Hilti, мы стараемся работать с Makita и Lition. И хотел показать комплект, набор нашего монтажного бригада, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Первый инструмент в моей компании, который, я считаю, на первом месте должен быть, в общем-то не всех. Это вот эта штуковина, которая называется рень. И начнем слева-вправо. Поэтому наша сумка мы ее называем гардеробная. Потому что в ней все наша спецодежда. Плюс к этому в этой сумке мы храним пистолет для пена. Тут у нас подушки для расклинки. И, естественно, хорошие присоски. Они, думаю, должны быть у всех. Потому что стекло не игрушка. С ней нужно аккуратно не порезаться. Это, в общем-то, связано с гардеробом. Идем дальше. Дальше у нас вот такой чемодан компании Vero. Честно сказать, это чемодан 4 года назад назад на выставке. Не знаю, что такое Irgend. Не было, но, надеюсь, в будущем будет. Но вот эта штука, чтобы вы поняли, я вешу 90 кг. Она нас держит. Тоже прыгаем. Очень хорошая вещь. Сверху у нас крышки, дренажные отверстия, пробки для отверстия. Внутри у нас тут в одном отсеке сверла, буры, что связано с лезвиями, фермастерами. В другом отсеке у нас отвертки плоскогубц. Шестигранники из роздочки. Хорошая вещь. Шестигранник для регулировки отверстия. Рулетка, моя любимая. Внутри у нас маленький уровень. Сверху у нас ручка. И советую вот такой молоточек. Инерционная штука. Реально крутая. Забивать штапики вообще отлично. Шпатель для топорных молоток. Основной, скажем так, тяжелый инструмент. Ключ разводной. Нужно где-то что-то открутить, чтобы не играться и не искать. Все это у нас в нашем чемодане. У нас их много, но этому, это мой чемодан, ему 4 годика. Это он, скажем так, заработал свои деньги, чтобы не стоить города. Я не помню, сколько за него заплатили. Еще одна вещь. Вот такая штуковина. Переноска или удлинитель. Хотя не всегда она нам нужна, но тоже очень хорошая вещь. Компактная и легко возить. То есть ручка. Дальше. Дальше. Дальше, конечно, множество. Это у нас один из уровней. Мы прямо даже используем два уровня. Два лазера, потому что три плоскости. Мы один выставляем горизонтально и вертикально. Второй выставляем только вертикально, чтобы не играться. Используем три уровня. Это российский уровень. Мне его с Москвой ребята прислали. Очень хорошая вещь. Очень хорошая. У него есть фишка такая. У нас есть уровень Бош. Есть Бошевский. Вот такой лазер. Но Бошевского днем, при свете, при солнце не видно. А этот уровень, если честно, даже не знаю, как щиряет какая-то фирма, его видно днем. У него есть такая кольца хорошее. И вот так. Тут у нас штативы от уровней. Сюда поставим. Чемоданчик у нас специально для болтов, анкеров, чертиков, маленькие болты, саморезы. Ну, основной крепеж, скажем так, он связан с этим чемоданом. В этом чемодане основной крепеж, который мы крепим. У нас есть вот такой чемоданчик. Наверху эти косяки тоже открываются. Они обедены. Тут у нас тоже пластиковый крепеж. Двенажные отверстия. Ответки от противословной титаны. Мы меняем. Тут у нас батареи для уровня, крепеж для гипсокартона или где нужно прикрепить, невозможно закрепить, скажем так, бетон. Мы используем такие же. Доскей, пленки. Внутри чемодан у нас салфетки для пена, для пистолета. Пленки, которые мы используем. Монтировка, если хозяин деньги и хочет возвращать обратно. Пена, скрудер, клинья, пластиковый скотч, подкладка, пластиковый пакет. Ну, в основном, очки вижу, ребята, сюда же закинули. Как они в другом месте должны быть. Скажем так, крепеж у нас. Основной. Теперь перейдем к самому интересному. Вот об этой сумке. Я хотел остановиться на полном зоне. Сумки. Сумка. Не знаю, какие сумки. Хилки. Но это, чтобы этого маркета. Она... Есть ролики о перевозке. Скажем так, что Кобина должен в аэропорт ехать. У нас есть куча карманчиков. Там можно закрепить. У нас перчатки стоят, масла для перфоратора. В обратной стороне. У нас пилки для сабельной пилы. Беревка. И поговорим об том, что внутри. Внутри у нас комплект перфоратора. Парень с Грецией, который там снимает ролики, он говорил, что он делал до 80 дырок. Как по этим перфораторам. Не знаю, насколько это реально. Но отверстие 50 мы делали это точно. С одним аккумулятором. То, что он хорошо и быстро ломает, это однозначно. И он удобен. Он очень легкий. Плюс к этому есть лампочка. Ну видно, если с плохой светом было видно. А здесь вот такая штуковина. Сабельная пила, я думаю, у каждого хорошего монтажника она должна быть. Потому что при монтаже штука незаменимая. Вещь тоже козырная. Работает. Тоже есть свет. Можно пилить в сумерки. Дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас тут перчатки. Для стеклопакета прорезиненные. Чтобы стекла таскать. Чтобы не порезаться. Дальше у нас есть циркулярная пила. У многих сейчас возникло вопрос на фронтажнику циркулярная пила. Объясню для чего. Мы используем подоконники герзалет. Кто не знает, может в гугле там набить. Вы увидите, что такое подоконник герзалет. Этот подоконник, он что-то наподобие дерева. Сделаны из стружки. И пилить лобзиком. У нас есть лобзик. Пилить лобзиком, да, может там удобно. Но не быстро. Во-первых. И ровно не спилишь лобзиком. Циркуляция. Можно спилить и быстрее. Представьте себе. Подоконник нужно спилить в длину. Там подоконник 2 метра. Лобзиком его пропилишь. Минута не знаю. 10-12. Этой штуковиной за минуту его можно пропилить. Дальше. Дальше у нас. есть простая вещь. Макету из болгарки. Маленькая. Удобная. Классная. Ну, штука очень. Очень хорошая. Ну, с ней можно работать, я не знаю, там без перерыва на 20-30. Где-то так. Так. Дальше. 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 Дальше, естественно, зарядное устройство. Для всех этих. У нас есть фонарик. Тоже, что есть. Некоторые не успеваем. Ночью. Делаем монтаж до конца. Стараемся. Шуруповерт. Вот макета. Фишка этого шуруповерта в чем? Его можно использовать как шуруповерт. Его можно использовать как дрель. У него две скорости. Его можно использовать как препарата. Он тяжелый. И сверлить с ним отверстие очень, скажем так, удобно и легко. Шуруповерт. И у нас остается, с моей точки зрения, самый классный инструмент, который есть в этом комплекте. Они все хорошие. Но самый удобный, самый мой любимый, это гайковерт. Штука маленькая, классная и удобная. Поэтому мы монтировали на юге Молдовы, где заказ. Хозяйки бы увидели, что вот этой маленькой штуковиной можно закручивать вот такие болты. У него не было слов. Потому что я ему объяснил, что штука довольно сильная. Каким-то помню, что она вот бьет. Ей можно вкручивать. Мы не верим. Но мы вкрутили пару таких болтов. У него не было слов. С моей точки зрения, это самый-самый хороший инструмент. Не самый хороший, самый-самый мною любимый, скажем так. Сумка здоровая, хорошая. Пока не рвется. Не знаю. Вот наш комплект монтажного инструмента. Что добавить? Оценить наши работы вы сможете тоже на нашем канале. У нас есть много работ, которые мы сняли. У нас где-то в конце марта, получается, мы в конце марта сняли первый ролик по монтажу откосов. И после этого начали снимать ролики. В этом году мы планируем снять видеоблог о хорошем монтаже. Потому что в России, в Европе там монтаж по ГОСТу, как его называют, евромонтаж, он там довольно давно. У нас пока только мы, наши компаньоны занимаемся таким монтажом. Мы планируем снять ролики о монтаже, планируем снять ролики о окнах. Мы не будем, скажем так, рекламировать наши окна, либо говорить, что у конкурентов плохие окна. Нет, мы постараемся объяснить, что такое хорошее окно, что такое хорошее резина, что такое хорошее армирование, что такое, если длинное окно, термокомпенсатор и что все с этим связано. Постараемся показать, как работать с этим планером. У нас многие это не знают, что есть такое. Мы постараемся объяснить, что такое хорошее качественное окно, хороший качественный монтаж, хорошая качественная бригада, в которой она должна быть одета, соответственно, скажем, хотя бы похожа на бригаду монтажников, хороший качественный, я не знаю, офис. Мы постараемся в этом году объяснить, что такое окна, как они кушаются, как они монтируются. И много секретов по монтажу, расскажем, по монтажу эркеров, как мы монтируем эркера, по монтажу усиленных пластин. Практика, которая у нас, порядка очень большая. У нас практика за спиной, у нас очень-очень много монтажей. И хороших монтажей не то, что взяли, поставили, забили пару деревяшек, вставили пакет. Постараемся все это уже в следующем видео, чтобы вы поняли. Попросил, чтобы оценили, конечно, наш труд. Лайки, дизлайки, что с этим связано, что нужно туда ставить. И увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok